В 1943 году ко дню советской армии Иван Антонов получил наверное самый дорогой подарок. В этот день был подписан указ о присвоении ему звания Герой Советского Союза. Родился Иван Антонов в деревне Горбунова неподалеку от Спирова в 1920 году. После школы стал работать щитоводом в родном колхозе. Казалось бы самая мирная профессия. Однако все изменила Великая Отечественная война. С первых месяцев Иван Антонов был на фронте. Начинал матросом отдельной стрелковой роты Ленинградской военно-морской базы. Оборонял Ленинград. И конечно же знал о том тяжелейшем положении, в котором оказался этот город и его жители. О страшном голоде, о трупах на ленинградских улицах. Да к тому же давно не было вестей с родины, где также шла война. Неудивительно, что ненависть к противнику день от дня становилась все сильнее. И тогда наш земляк обратился к своему другу снайперу Кольшину. Научи меня стрелять по-снайперски. Надо истреблять этих гадов. Дома в спировских лесах он любил пройти по лесу с дробовиком в руках, поохотиться на зайца или волка. Эти навыки пригодились ему на войне. Так Иван Антонов стал снайпером. Он получил тульскую снайперскую винтовку под номером 412 и впервые вышел на охоту. Первые дни не дали результата. Однако Антонова это не расхолодило. Лишь на четвертый день он открыл свой счет, поразил первого фашиста. Лиха беда начала. За последующие 10 месяцев Антонов уничтожил 300 гитлеровцев, среди них 7 офицеров. О том, как действовал наш земляк, было подробно рассказано в его наградном листе. После своей основной вахты на наблюдательном пункте, часто голодный в сильную стужу, выходил он на рубеж и по много часов лежал в снегу, выслеживая врага. Снайпер до деталей изучил передний край противника, установил, где у него траншеи, куда солдаты ходят за обедом, за дровами, за продуктами. Всего Иван Антонов уничтожил 362 фашистских солдата. Не раз он попадал под минометный и артиллерийский обстрел. А сколько раз ему приходилось выходить на смертельные поединки с немецкими снайперами? Трижды был ранен. В скором времени на Балтике появилась школа снайперов Ивана Антонова. Из нее вышло более 80 снайперов, которые уничтожили свыше 2000 фашистов. А когда окончилась война, Иван Антонов оставил снайперскую винтовку и вернулся к мирной гражданской работе. Он окончил институт торговли и стал работать директором гастронома в Ленинграде.